Субтитры создавал DimaTorzok Это шоу герои арена сражений для самых смелых В новом сезоне здесь сразятся команды Беларуси, России, Азербайджана, Узбекистана и Болгарии Все участники готовы к нереальным испытаниям, но только одна команда из шести завоюет титул героев Сегодня на арену выйдут команды Ястребы из Болгарии и Мустанги из Азербайджана Стремительный полет или неопустанная воля? Что же станет решающим преимуществом и кому достанется победа? Конечная победа! Будем лететь Бейстер на эти препятствия Показать, что мы из Болгарии можем все сделать Приветствуем вас на шоу герои команда Ястребы! Ребят, вы готовы сокрушить соперника? Ваша команда соперников готова появиться здесь Команда Мустанги Команда Мустанги а все можно ожидать они могут даже победителем быть они переживают а вдруг мы не проиграем и уровню что проиграть проиграть а самое главное участвовать от него нет мы будем победить и выручек хорошо победить и сможет ли ваша скорость одолеть команду и астребов проверим это в наших испытаниях игра начинается каждое время рождает своих героев стань им сегодня президентский спортивный клуб создатель шоу помогает участникам стать героями нашего времени побеждаем вместе первое испытание нашего шоу сложнейшая полза препятствий над водой для него участникам понадобится невероятная ловкость и супер выносливость задача преодолеть дистанцию и забрать первый элемент героя быстрее своего соперника количество собранных за игру элементов определит ход финального испытания башня кто уверенно пройдет трассу и принесет своей команде первую победу а кто не дойдет до конца испытания и останется в воде увидим прямо сейчас полоса препятствий начинается с наклонных мачт после преодоления которых участники должны пройти через воздушные соты не сорвавшись вниз задача следующего этапа пробраться через металлические клетки над водой завершающие испытания преодоление гигантских спиннеров у кого для этого хватит ловкости и силы рук тот и принесет заветный элемент своей команде все в предвкушении борьбы я думаю что борьба действительно будет жарко потому что мы видели насколько заряжены участники у них есть разница возрасте она составляет два года и соответственно у тимура есть пора мы можем сказать про ромалдана мало да удал поэтому лишь я бы его не списывала со счетов в любом случае первым участником сложнее всего поддержка безусловно заряжает я ромалдана в ромалдан мне 15 лет я вообще сам по национальности являюсь лицгином который проживает на территории азербайджан я очень люблю свою родину и свою национальность я учусь в девятом классе класс для меня является как семья единство как по мне самое лучшее что есть в классе мой отец являлся военным он погиб на войне строгость была в нем в нем было мужество отважность я стараюсь быть похожим на отца чтобы мной гордилась моя семья и особенности мама с братом я увлекаюсь автомобилем и у я думал именно о создании автомобиля я хотел бы совместить скорость с безопасностью чтобы избежать фатальных последствий от скорости аспорт люблю так экспорт дело человека крепким делать человека в ностровом как говорится в здоровом теле в здоровый дух занимался силовыми упражнениями бегом отжиманием мне кажется мне на сегодня поможет в участие шоу я не боюсь проигрывать так как это спорт тут возможно все настроен на выигрыш но не исключаем возможность проигрыша меня зовут колесников тимур я обладаю всеми качествами которые нужны герою это спокойствие уверенность и умение брать ответственность на себя семьей любим отдыхать на природе с палатками мы с папой любим рыбачить решил купить камеру чтобы снимать рыбалку но на рыбалке я понял что в принципе я хочу рыбачить они думать куда бы поставить камеру и мне нравится спорт и я написал первый сценарий свой и начал снимать советую вам посмотреть чтобы вы понимали на каком я уровне был на каком и сейчас самое мое первое видео это 9000 подтягиваний за 30 дней где я показал свое тело до и после как изменилось выглядит очень все тяжело но на деле через тренировки становится все легче и легче и появляется уверенность сила не страшно в принципе есть только один страх это одиночество хочется общаться всегда быть в коллективе поддерживать общение дружить самая моя большая удача это участие в этом проекте я готов и ко всем трудностям потому что я физически подготовлен я уверен что мы одержим победу что они действительно рисковали всеено почти упал о чем дать ему казалось да как начал быстро он коснулся вот да ладно неужели так быстро это обидно но самое главное что тимур продолжает свой ход он лидер суть по всему первый элемент останется команде болгарии тем не менее про время все равно не стоит забывать конечно хочется показать наилучший результат против внимание как он элегантно это делать он уже никуда не спешит и у него все получается слова говорят тимурта ведет спортивный блок и армия поклонников после нашего телешоу мне кажется вырастет давай туда ехала белячка да у него бужу калет считанные мгновения смотри какая сила в руках финиширует и это наш победитель первый элемент у него в руках тимур мы с тобой действительно молодец справился с волнением справился с дистанции сложнейшей дистанции молодец болгария получает первый элемент и заявочка на победу все пролетело очень заметно на спиннерах финальных я почти упал но получилось пройти было достаточно приятно одержать победу я честно сам от тебя не ожидал этого я был настроен а точно хотел пройти первый этап я пытаюсь отталкиваться ногами а он скользят все могу держаться вот и бросился в воду сейчас разочарование сильное разочарование спасибо обещал принести победу конечно я уйду Борьба становится все более жесткой и опасной. Удача сопутствует решительным. Но кому повезет на этот раз? Проверим это в следующем испытании, где нужно двигаться как ветер, чтобы вырвать победу. Помогут ли ястребам их могучие крылья? Рукоходы! Находясь на высоте трех метров, участники должны перейти на противоположную сторону, удерживаясь за подвесные кольца. Преодолев расстояние, соперникам необходимо забрать ключи от клетки с элементом. Тот, кто первым ее откроет, приблизит свою команду к главной победе. Знаешь, если бы это был бокс и было противостояние взглядов, то Магдалена победила. Сейчас она уже улыбается, но все равно чувствуется, по ее даже выражению лица, насколько она заряжена. Если обратить внимание на Мину, она улыбается, она счастливая. Вы знаете, почему я Мину выбрала? Я знаю, что она у нас красавица, сильная, уверенная в себе. Я уверена сама, что она этот этап выиграет. Я сама волнуюсь. Я выбрал Магдалена, потому что она ловкая, сильная и просто она справится. Я хочу проверить себя и доказать людям, которые мне не верили, что я приеду сюда и что я смогу победить. Я пробовала много видов спорта, но больше всего мне понравился футбол, потому что развивается выносливость, сила ног. Отец немножко посопротивлялся. Он считал, что футбол – это мужской вид спорта, но теперь уже не возражает, а поддерживает меня. Тренируюсь уже два года в футбольном клубе «Гранд Про Варма». Играю на позиции правого защитника. Моя главная цель – стать хорошей футболисткой и играть в будущем за национальную команду. Когда я сообщила своим товарищам, что еду сюда, что буду участвовать в соревнованиях, они засомневались, что я смогу победить. Но это дополнительно меня мотивировало. Если я выиграю, то докажу им, что я могу победить. Меня зовут Мина, мне 13 лет. Я хочу показать себя себе. Я учусь в Бакинской хореографической академии в восьмом классе. Занимаюсь хореографией, и мне это нравится, потому что это искусство, это очень красиво. Я занималась художественной гимнастикой на протяжении восьми лет. Я была совсем маленькая, ничего не понимала, просто вышла, танцевала, заняла первое место. А сейчас я занимаюсь балетом. Мне нравится выступать на сцене, танцевать. Пятка, пятка опорная, высокие полупальчики. Когда я участвую в соревнованиях, мой самый большой страх – это подвести моих близких. Моя мама – моя главная героиня, потому что она всегда остается сильной. Четыре ребенка, и она со всеми справляется. Она открывает нам глаза на мир и всегда помогает. Когда я побеждаю, первой мыслью является то, вот, наконец-то я пойду домой, счастливая. А когда я проигрываю, точно такие же мысли, наконец-то я пойду домой и отдохну. Ну, сейчас посмотрим, насколько их болельщики тоже зарядят. Мина, мне кажется, пытается больше сконцентрироваться и собраться с мыслями. Алиса, с настроями до почвы. Как элегантно, не спеша. Но они понимают, что впереди все самое сложное, но и для нас интересное. Как уверенно, Мина двигается, посмотри. Такое ощущение, что Мина занималась не художественной гимнастикой. А скалолазание. Давай, Мина, давай, давай, давай. Ай, девчонки, красотки. Раскачивается очень сильно. Трибуны поддерживают. Маг, да, мэн, мак. Все, серединка. Серединка. Еще ровно столько же. Нужно преодолеть участницам. Главное, не помешать друг другу и не удариться. Конечно, друг другу сталкивают. Силы покидают, да, заметила, что и темп сбавился. Пусть. Не могут разменуться. А вот это самое сложное, видишь? Магдалена более активна в своих движениях. Мина как будто бы выжидает. Есть. Надо было у нас в левую сторона. Очень волнительно. Настолько интересно, чем закончится эта схватка, это противостояние. Падение. Ручки ослабили хватку. Расстроилась, конечно же. Конечно, хотелось заработать дополнительный элемент для своей команды. Молодец, но и так далеко зашла. Не, у нашей девочки был лучший шанс. Как мы видим, насколько Мина благодарна болельщикам за эту поддержку. Я ожидала лучшего. Сильно разочарована. Выглядело легко. Я думала, что я пройду. Я испугалась того, что могу столкнуться с девочкой. Я не знаю, что мне делать. Я пыталась раскачаться. Вот так вот вышло. Я не расстраиваюсь, потому что поддержка очень хорошая. Они прям настроение мне подняли. Мне вообще ни капельки, ни грустно. Это, видишь, это, дубая красавица. Это все нормально. А еще я, что-то. Ты мой, что-то, что-то. Браво. Все, молодец, умница. На кону третий элемент. И кому он достанется, решит следующее испытание. Гигантские катушки. Поединок на упорство и мощность. Резвые мустанги или грозные ястребы. Кто окажется сильнее? В этом испытании соперники должны перетащить три гигантские катушки, скрепленные между собой тяжелой цепью, и уместить их в световой квадрат. Участник, который окажется быстрее своего соперника, станет победителем испытания. Команда Азербайджана, к сожалению, позади. Но, Маш, как ты говорила, у них есть шанс реабилитироваться. И, глядя на участника, мне кажется, это он и собирается сделать. Он у нас такой стеснительный, а что-то не верится. Я с Афариду поставила этот этап, надеясь, что он в этом победит. Он станет победителем. Это испытание я выбрал Иву, потому что он быстрый, сильный и он справится. Просто это наша стратегия. У каждого испытания подходящий участник. Наша цель – выиграть, победить. Мы приехали за победой. У меня есть младший брат. Мы учимся в одной школе. Я в седьмом классе, он в третьем. Лучше всего мне даются такие предметы, как история и английский язык. Они мне больше нравятся. В свободное время я играю в футбол. Моя мечта – стать профессиональным футболистом. Работаю усердно. Хочу добиться успеха во всем. Для меня примером является мой тренер. Очень честный и справедливый. Я хотел бы быть похожим на него. Он всегда хочет победы. До последнего все сила там вложит. Меня зовут Фарид Сафролиев. Мне 14 лет. Я из города Баку. Я учусь в девятом классе. Изучаю иностранные языки, такие как английский, немецкий, французский. Я люблю Формулу-1, потому что там много экстрима. Повороты на больших скоростях – это что-то удивительное. Я тоже люблю скорость. Часто принимал участие на турнирах по картингу. 70 км в час. Иногда даже 80 км в час. Когда я побеждаю, я больше чувствую адреналин, чем чувство победы. То, что я смог, это у меня получилось. Если бы прямо сейчас мне дали бы выбор, профессию любую, выбрал бы Формулу-1 водитель, но что мне нравится это все. Я стараюсь быть лучше всех и в спорте, и в учебе. Пытаюсь выжить из себя полностью. Все силы, которые только могу. Мне важно не подвести свою команду и не разочаровать свою семью, победить в этом шоу или хотя бы занять второе место. Когда рядом сильный партнер, все по плечу. Надежный партнер шоу-герои – компания «Евроторг». В крупнейшую в Беларуси торговую сеть входят более тысячи объектов под брендами «Евроопт», «Скид» и «Грошек». Мы все ближе и ближе к башне, которая даст нам самый главный ответ. Кто сегодня победит? Ой, мамочки, что будет? Сделай это красиво, говорит. Я даже не знаю, что в этом испытании важнее – сила или выносливость. Иго, Иго, Иго. Давай, 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 давай. Ой, 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 вырывается. Фарид. Фарид. Посмотри, насколько он уверенно двигается. Он действительно идет по какой-то тактике, а не по наите. Смотри, они мешают. Думаешь, Фарид специально сейчас движется в этом направлении, перекрывая дорогу Иго? Очень плохо, но он справится. Его догоняет, но Фарид все-таки лидирует. Хорош! Очень хорош! Давай, давай, давай! О-ой! Мне кажется, Иго чуть-чуть сдался. А-а-а… Пожалуйста! О-о-о! Его разговоры! О-о-о! Та-а-а! Молодец, молодец. Молодец! Ты мой красавец! Как он радуется! Красиво, бодро, уверенно пришел, увидел, победил и вот так ярко ворвался в наше шоу. Я не смог как следует пройти в начале игры, так как он опередил меня. Расставил предметы так, чтобы я не смог его обойти. Потом было трудно изменить ход игры, я не смог реализовать свой план. Я сразу понял то, что скорее всего я смог бы победить так, как он отзывал от меня. Это, конечно, ни один из моей команды не прошел и вся надежда осталась только на меня. Счет ничейный. Да, слушай, ты именно с языка меня сейчас сорвал, поэтому наше финальное испытание и расставить все точки над их. Оттого мне интереснее, кто сегодня победит. Снимай! Молодец! Очень маленький. Спокойно, мой мальчик. Все в порядке. Есть еще одно испытание. Все будет хорошо. а пока успокойся просто чтобы подготовиться в последней игре мы победим мы все обсудим придумаем стратегию как действовать успокойся успокойся это шоу герои 3 сезон впереди решающее испытание башня позади три невероятных поединка в которых каждая команда завоевала по одному элементу а значит финальную борьбу они начнут в равных условиях наше шоу это приключение и завораживающая схватка соперников блистательные победы и обидное поражение каждый участник может стать супергероем страховой полис от компании белго страх генерального партнера проекта дает шанс проявить свою супер силу так что же победит стремительность ястребов или неопузнанность мустангов скоро узнаем это решающее испытание в котором задействованы все участники команд первый участник должен достать из куба с водой ключи и открыть замки на ящике их количество зависит от элементов собранных командой за всю игру сняв все замки участник сможет взять главный ключ и открыть путь следующим игрокам им нужно закатить на башню тележку с мешками после чего один из участников продолжит восхождение вверх толкая перед собой тяжелую стену чтобы забрать победный элемент ему необходимо подняться на вершину башни тот кто сделает это первым принесет своей команде победу ибо 13 ромалдана два года старше своего соперника ему 15 как думаешь этот молодость или опыт и его увереннее себя сейчас чувствует нежели ромалдан но это реванш по-другому себя чувствовать не может он футболист ноги у него сильнее и он справится визуально куда крепче смотрится ромалдан этот соперник явно не планирует выступать в этой схватке ромалдан и я первый этап поставил потому что он сильнее и быстрее а на второй и третий этап мина и паре они тоже сильнее и хотят выиграть поэт говорит уверенно он говорит что я пройду на второй этап будет тимур и магдалина и все будет хорошо конкретно сейчас в этом этапе я за его ну я бы не списывалась и счетов ромалдана мне кажется этот участник еще может нас удивить и мы все ближе и ближе к развязке поехали поехали ромалдан интересно как быстро он подберет замку давай 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 посмотри как он прямо вырывает веревку с ключами его мне кажется не получилось есть ключик но тем не менее ромалдан намного впереди нам тяжело и не хватает то ли веса то ли роста либо силы толчка не знаю возможно даже об влияет на видишь вот конкретно в этом испытании физика ромалдана помогает есть открыт ящик сейчас посмотрим не подведут ли члены команды а болгары ждут а пока справится его его старается но что-то ему мешает ему очень сложно дотянуться до ключа команда азербайджана уже подняли свой груз здесь видишь а насколько важна выносливость и сила естественно потому что отдохнуть на таком подъеме не походу не возможно да 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 давай 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 и и вы не сдается и у него уже второй ключик самое главное сейчас его даже не думать о том что для его команды это испытание закончилось нужно двигаться вперед нужно находить в себе силы и бороться до последнего до последнего команда мустанги шла далеко далеко вперед с большими трудностями фарид идет к своей цели вот сейчас самая большая ответственность на нем но у фарида есть большое преимущество ибо еще на первом этапе нашего испытания поэтому он сейчас может тоже выбрать для себя тактику как ему преодолеть последние вот эти метры давай давай видишь они даже консультируют как это сделать лучше остается совсем чуть-чуть и мина подсказывает фариду как ему быть обрати внимание и его уже открывает третий замок соответственно команда борется но времени остается и не так много главное не сорваться здесь напряжение ноги и руки нужно полностью контролировать себя тем более на такой высоте ну с такой поддержкой я уверен что все получится ну смотри он на данный момент он как будто он скользит он скользит он как будто застрял и видно что он устал и возможно в мотивации своей он и непоколебимый он готов двигаться вперед но тело тело его уже не слушается да ладно все минаем или он сорвался его в игре ты представляешь все переворачивается все ключ он достал последнее движение и в борьбу вступают члены его команды мандалена и тимур посмотрим что сейчас у них получится с учетом того что они тоже сейчас как бы могут и не спешить но они так долго ждали возможности выйти и показать все на что они способны вот собственно поэтому мне кажется они выбрали вот эту скорость сумасшедшую сумасшедшую динамику какой темп набрала команда хотя они могут не торопиться маш я не верю тому что происходит здесь магдалена закончила этап и мы двигаемся дальше напомним что команда мустанги уже вне игры и нам остается лишь только ждать и верить что ястребы справиться с задачей и насколько динамично он движется к заветной цели это это потрясающе друзья поздравляем команду это что-то невероятное можно не передать словами что мы здесь видим посмотри на его он не остался и все получилось это яркая победа конечно очень расстроенная участник из азербайджана команды мустангов между прочим будет шанс реабилитироваться у них есть право на реванш ты представляешь насколько они будут замотивированы в следующем этапе нашего шоу команда работа была отличная как по мне я сделал все что от меня зависело в первом ноге я не знаю у меня руки начали болеть я просто как будто руки просто соскользнулись упал можно считать что умер это была нелегкая игра все было очень напряженно мы болели друг за друга и мы справились а тебе надо было пройти нормально тебе надо было немножко отдохнуть отдохнуть надо было тебе надо лежать там и древно и подождать у меня даже руки не слили в первой игре ты вообще испугался а здесь ты слишком уверен это шоу герои 3 сезона настоящие эмоции здесь на площадке рядом с нами команда ястребы наши победители и как сказал тренер это был наш план пришли увидели победили вот это тактика яркая победа мы поздравляем и это прекрасный результат пошумим ручки выше и ястребы сегодня именно ястребы стали на шаг ближе к финалу заветному титулу называться героями шоу герои 3 сезон и они уже рядом с тобою и они уже рядом с тобою Продолжение следует...